Всем привет, друзья мои! Скоро весна. Весна уже не за горами, солнышко светит в окно, и скоро перемещения по водоемам станут более-более активными. Мы станем больше передвигаться по речкам, по озерам, по прудам. Будем ловить окуня, головля, щуку, разнообразных хищников, может быть форель кто-то, или каких-то хариусов, неважно. Вот. Но перемещение у нас будет происходить именно со спиннингами и с нашими коробками. И в данном видео я хочу вам показать свое новое приобретение для данных, скажем, походов, для перемещения по рекам, и как мне переносить, скажем, спиннинги, оснащенные уже с катушками, и, соответственно, приманки. Я еще взял себе маленькую сумочку, совсем малюсенькая сумочка, и покажу, сколько она в себя вмещает приманок. Итак, друзья мои, если мы перемещаемся по водоемам, переезжаем с места на место с оснащенной палкой уже, то есть на которой установлена уже катушка, скажем, воблер, там, ну все, как бы, да, через кольца продета плетенка. Здесь нужно, как бы, беречь нашу палочку, и особенно, если, скажем, мы перемещаемся с несколькими палочками. Ну, скажем, допустим, у нас есть суперлайт и чуть, допустим, помощнее палочка для ловли той же самой щуки. То есть одной палочкой мы будем ловить головля, и на всякий случай нам нужна палочка, чтобы, допустим, переключиться на ловлю щуки. Для этого нам нужно две палочки на водоеме, вот, или один какой-то универсал, который мы будем использовать по ловле головля, окуня и щуки. Ну, неважно, все ловли по-разному, поэтому я себе взял вот такой тубус, в который себя вмещают, в принципе, две оснащенные палки, и можно туда запихнуть еще не оснащенные, но точно пару палок. То есть, по сути, данный тубус вмещает в себя два оснащенных, еще раз, спиннинга уже с катушками, уже продеты через кольца, все, они готовы уже к бою. Их только нужно будет разложить и уже, скажем, на них ловить. И можно пару, а то, может быть, даже и тройку спиннингов положить туда неоснащенных, то есть просто которые лежат у нас запасные, или на всякий случай, мы не знаем, будем ловить джигом мы на данном водоеме, или будем ловить там тричингом, или там ловить будем на кремке, или будем там, не знаю, на вертушке, на колебалке, не важно, на что мы не знаем, и нам нужны запасные палочки. Итак, давайте посмотрим, сколько данный тубус в себя вмещает, и какой несет в себе функционал. Данный тубус от компании Fisherman. Вмещает в себя два спиннинга. Внутри его есть кармашек небольшой. В данном кармашке я храню вот такую немаленькую коробочку под джиголовки. Силикон. Ну и, в принципе, все. Длина данного тубуса метр двадцать пять. Спиннинг внутри фиксируется, ну, вот такой, значит, завязочкой, и держится довольно-таки хорошо. Повторюсь, у меня спиннинг длиной два десять, и, если мы заметим, в принципе, место еще, ну, прилично там. Повторюсь, сюда влазит два спиннинга, ну, помещается. В принципе, сюда вместиться может, наверное, и больше спиннингов, без катушек. Но данный тубус, данный тубус предусматривает собой уже перевозку, переноску, перевозку именно с катушками. Палк с катушками. Что, в принципе, удобно. Нам не придется оснащать все это дело. У меня уже все оснащено. Стоит поводок. Он уже пристегнут. В принципе, все уже готово к рыбалке. И останется только достать. Выбрать палочку, какую-то, допустим, полайтовее, потяжелее, и начать рыбалку. Внизу имеется такой резиновый, довольно-таки прочный набалдажник. Карман сделан стильно, тоже с прорезиненной такой вставкой. Легко проглатывает вот такую коробку. Ручка для переноски. Довольно-таки прочно сделана и довольно-таки стильно. Имеется лямка для переноски. Сделано, опять же, довольно-таки все стильно и прочно. Закрываю молнию одной рукой. Молния довольно-таки качественная. Единственный минус такого тубуса, он сильно не защищен. Он полужесткий. То есть, у него вот здесь, значит, идет жесткий каркас, где, в принципе, лежит сам спиннинг, а где катушка находится нет. То есть, бока вот этих нет. И для перевозки, конечно, в прицепе, где-то с вещами, можно кинуть его, куда можно кинуть его, нет. Он не подойдет. Но для перемещения, скажем, по водоемам, для того, чтобы взять его в лодку с собой и достать оттуда нужные нам палочки, данный тубус отлично подходит. Отлично. У меня ранее был похожий тубус, но он был качеством намного хуже. Данный тубус от компании Fisherman сделан очень-очень классно. Итак, друзья мои, мы оснащаем сейчас свой спиннинг. Давайте я сразу все уберу. Замечательный кармашек, сюда много чего влазит. Итак, начинаем оснащение. Дома, не торопясь, чтобы, скажем, на водоеме не тратить свое время, мы все оснащаем. Чтобы коробки для катушек с собой не таскать. Полностью готовим, друзья мои, спиннинг для рыбалки. Через все колечки мы продеваем. Главное, друзья мои, внимательно продеваем, чтобы не промахнуться. А то были казусы, когда промахиваешься мимо кольца и попадаешь плетенкой, ну, скажем, между ножки. Между ножкой. Между ножкой, когда попадаем, это чревато потерять, скажем, приманку. Обрывом. Обрезом. Итак, теперь, значит, мы завязываем поводок. Мой любимый узел, который я уже показывал неоднократно. Ссылку на него дам под видео. Я считаю его самым прочным. У каждого, наверное, свой. Мой любимый узел, но у меня такой. Я пользуюсь им с детства. Научил этому узлу меня батя. И главное, главное, самое важное, не забывать смачивать узел. А смачиваем мы его слюной. Обматываем раз, пять, шесть. Продеваем в петельку и смачиваем. Все, узел готов. Излишки мы обрежем. Итак, друзья мои, спиннинг мы собрали. И теперь на водоеме останется нам только его дособрать. И мы можем рыбачить. Так вот, в таком, значит, в готовом состоянии мы будем перевозить наши спиннинги. Перевозить будем, друзья мои, я имею в виду на какие-то короткие дистанции. Едем мы на какой-то водоем и можем взять с собой, ну скажем, пару сумок для рыбалки и один, скажем, тубус или пару тубусов. На самом деле их у меня много. Я вот думал, допустим, как эти все тубусы с собой таскать. Так вот, смотрите. Сейчас я зачехлю. Для окончательной сборки нам вообще не помешает, скажем, еще вот такая резинка. Эта резиночка нам даст просто дополнительную, скажем, стяжечку. Стяжечку для того, чтобы спиннинг лишний раз у нас там внутри не елозил. Итак, низ мы стянули, а сам спиннинг кладем в тубус. И вот из этой кучи спиннингов мы сейчас что-то должны выбрать к себе на рыбалку. Есть разнообразные палки и мои старые. Блэкхолл, тут бюджет Кайда. Допустим, мне нужно, ну, кому-то взять из друзей палочку, которую, допустим, мне из дорогих жалко. Я обычно даю что-нибудь да подешевле, чтобы не сломали. Алюкс палки, которые сейчас появились в этом году. Асенски один, который я вам показывал. Ну, тут разнообразные, короче. Нексейв палки, Спортекс палки. Все самое модное и популярное. Все здесь есть. Что-то нужно выбрать. Итак, друзья мои, что же выбрать? Теперь мы сейчас, короче, будем выбирать что-то и складывать в мой тубус. Итак, погнали. Коробки в сторону. Открываем тубус. И начинаем его упаковывать. Итак, друзья мои, здесь у нас уже лежат две палочки, оснащенные, как вы видите, с катушками. И теперь сейчас мы еще сюда положим палочки, не оснащенные. Итак, друзья мои, ультралайт. Палочка для друзей. Сюда я еще положу на всякий случай троллинговую палку двухметровую до 100 грамм. Это для лайтового троллинга у меня. Кстати, бесит, что у Спортекса вот такие вот эти этикетки. Могли бы их как-то пришпандурить. Наверное, ручкой лучше в ту сторону. Итак, друзья мои, тубус в себя вместил пять палок. Давайте посмотрим поближе их. Открываем. И смотрим. Итак, друзья мои, первое. Для лайтового троллинга, скажем так. Ну, не важно, как мы положим. Дальше у меня гостевая. Еще тут достаем, значит, ультралайт. И два оснащенных спиннинга. Два, друзья мои, оснащенных спиннинга. Лучше, конечно, перевозить, ну, максимум, три палки. Вообще без проблем. Но это все туда влазит. И я, в принципе, при желании, мог бы, наверное, запихнуть туда еще и больше. Ну, в принципе, желательно перевозить в нем, конечно, две оснащенные палки. А остальное можно заполнить какими-то приманками. Сюда, кстати, можно силиконовые приманки положить, которые мягкие и ничем не повредят. Ну, скажем, в гермопакетиках, вот в этих, да, не в коробочках, а в гермопакетиках. Накидали сюда, и они лежат себе спокойненько. А сами джиголовки и крючочки у нас лежат вот в этом кармане. Данный тубус я себе как раз приобрел для какой-то лайтовой ловли. Для ловли головля, окуня, там, я не знаю, может, форели и, возможно, какой-то щуки. Данный тубус у меня в себе будут вмещать три спиннинга. Два оснащенных и один нет. Один, скажем, ну, какой-нибудь будет ультралайт. И два будет, наверное, под тяжелый твич и какой-нибудь еще среднячок. А теперь, друзья мои, я покажу вам сумочку. Сумочку также я приобрел у компании Fisherman. Мне доставили ее одной посылочкой. Данную сумочку я уже собрал. И покажу вам, что сейчас внутри лежит. Сумка небольшая. Переносится на плече. Больших сумок у меня очень много. А вот маленьких не так много. И порой таскать с собой тяжелые сумки, ну, утомляет. Они, конечно, удобны. В них вмещается много-много всего. Можно положить какие-то запасные еще вещи. Но иногда это ни к чему. И поэтому в машине я захотел себя держать вот такую сумку. Она просто пригодится точно. Итак, давайте посмотрим. По бокам данной сумки есть вот такие, ну, скажем, кармашки из сеточки. Я туда положил две вот такие коробочки. Которые вмещают в себя довольно-таки тоже приличное количество приманок. Они замечательно туда поместились. И они здесь будут у меня жить. Постоянно. Сверху этой сумки есть вот такая, какая-то вот прибуда. Я точно не знаю, как она профессионально называется. Но я думаю, сюда какие-то можно вещи, наверное, положить. Куртку, допустим. Ветровку там, если мы на рыбалке находимся, повесить. Если нам жарко. Дождевик какой-то может быть. Я не знаю. Вот сюда я уже прицепил себе, значит, ножинки вот такие. Давайте начнем еще с наружных карманов, да. Считаю, что вот данный карман, который вообще реально бестолковый в данной сумке. И я его буду переделывать. То есть, или усиливать липучку буду, или зашью его наглухо к шутам собачьим, или сюда еще какие-то, может, магнитные вставки сделаю. Но вот то, что сделано изначально, это, конечно, порожняк полный. Цепляясь за ветки, она будет открываться и бесит меня. Здесь я пока ничего переносить точно не буду. Все это дело может растеряться запросто. Пока не домодернизирую данный карман, им пользоваться не буду. Здесь у меня лежит вот такая вот корценка. Итак, есть еще вот такой замечательный карман, который мне понравился. Здесь я положил коробочку с приманками. И причем данная коробочка также вмещает в себя довольно-таки приличное количество приманок. Там еще у меня лежат в таких маленьких кармашках поводочки, крючочки, колечки, вертлюжочки, застежечки. Тоже очень удобно. Теперь основной карманище. Основной карманище себя включает. Кстати, эти коробки идут в комплекте. Раз, два, три и четыре. В данной коробке я тоже положил приманки. Вот такие три коробки, которые в себя включают очень много приманок. Да, в принципе, друзья мои, все. В эту сумку больше ничего и не влазит. Ну, я думаю, что, в принципе, вот достаточно, на самом деле, того, что сюда можно вместить. Извините меня, это три вот такие коробки. Так, очень важно, что это все на молниях. На молниях, а не на липучках. Поэтому закрывается все это довольно-таки хорошо. Значит, задняя стенка, боковые стенки, лицевая стенка, боковая стенка и ремешок. Вот такой тубус и такую сумку я себе приобрел, скажем, для небольших рыболовных походов. Все, друзья мои, всем рыбацкой и жизненной удачи. Всех благу.